Архитектура нашего города постепенно преображается. Деревянные строения становятся все меньше. На их месте возводят современные многоэтажные здания. О том, как проходит снос домов, а также о планах по застройке и благоустройству Нриенмара расскажет Наталья Кислякова. Для того, чтобы дом был признан аварийным и подлежал сносу, необходимо пройти несколько этапов. Изначально происходит осмотр здания. Оценивается состояние фундамента, стропильной системы и основных несущих конструкций. По факту проверки, в случае если 60% износа дома, он подлежит сносу. Исходя из этих параметров, определяется порядок сноса зданий. Далее подаются соответствующие сведения в администрацию округа, количество домов, которые необходимо снести, а также количество квартир и их метраж. Из года в год цифра деревянных строений неизменно падает. В 19-м планируется порядка 20 домов. Мы сейчас начали эту работу, сейчас уже 3 дома снесли, зачистку производим. И каждый месяц будем сносить там 3-4 дома. Но это к концу года у нас должно быть примерно порядка 20 домов. 19-20. У нас есть установленный перечень домов, которые будем сносить. Вот идем по этому порядку. Есть, конечно, дома, которые мы уже практически расселили, но есть дома, которые мы не можем там жителей выселить по разным причинам. Но больше это не соответствует соответствующих положениях. Например, у кого-то там было 90 квадратов, но нет таких квартир. Да, я примерно говорю. На месте ветхих деревяшек, старых сараев и пустырей появляются новые здания и объекты инфраструктуры. Вместе с ними изменяется и облик Наринмара. Одним из таких преображений станет больничный городок. Сейчас там расположена Ненисская окружная больница на 13 отделений. Скоро здесь появится еще одно – инфекционное. На сегодняшний день ведется проектирование здания. Начало стройки запланировано на 2020 год. Окончание – в 2022. Вот здесь, на пустыре, ведется проектирование. Это инфекционное отделение. Значит, мы должны проекты получить в этом году и будем заявляться на федеральные средства. И также планируется, значит, перестройку к основному корпусу больницы. На данный момент в окружной столице находятся 14 объектов застройки. Многоквартирные дома возводятся по улицам Полярная, Пырирка, Октябрьская, Авиаторов, Рыбниково, Монтажников, Полярная, Ваучейская, Первомайская, Ленина, а также Ясли, Сад, Наминшикова. Впрочем, стройки идут не только в городе, но и в окружных селах. В сельских населённых пунктах у нас идёт строительство, в Красном идёт строительство, в ОМИ будет в этом году строительство проводиться. В Коткино предприниматель хочет выйти на строительство, а он за год в прошлом году смог построить дом. В этом году хочет построить четырёхквартирный дом. Также в Усть-Каре с предпринимателями вместе с запрещенными районами отрабатываются вопросы по строительству в Арнаке. Добавлю, по словам специалистов, уже через 10 лет ветких аварийных строений не останется.